Всем привет! Это новый проект телевидения финансового университета и управления национальными обучающимися и преподавателями UniFriends. Друзья, добро пожаловать! Мы очень рады приветствовать иностранных студентов в финансовом университете. У нас в университете реализуется комплексная программа адаптации, социально-культурной адаптации иностранных обучающихся. И сегодня мы поговорим о первичной адаптации. Итак, прибыли сентябрь месяц, прибыли наши студенты иностранные в огромном количестве. В этом году у нас поступили студенты из 62 стран мира, и мы очень рады, конечно же, их здесь всех приветствовать. Ну и как любой студент, он, конечно, сталкивается с огромным количеством проблем. Поэтому первое, что мы делаем, это реализуем программу UniPrent. Программа направлена и нацелена на то, чтобы встречать студентов, приезжающих на вокзалах, встречать их в других локациях, провожать до финансового университета и помогать здесь при первичных, скажем так, этапах. Это и подача документов, и заселение в общежитии, и прохождение миграционного учета, и там поиск медицинских справок, точнее, их оформление, постановка, как я уже говорил, на миграционный учет, и целый ряд других вопросов, которые, собственно говоря, необходимы в первый же самый день по приезду в Москву. Далее, что мы еще реализуем? У нас есть замечательный, великолепный справочник иностранного студента. Этот справочник, хоть и тоненький, но включает в себя весь комплекс вопросов, которые, опять-таки, необходимы студенту для первых-первых дней. Самое интересное, что мы там сделали, это обязательный чек-лист, где студент проставляет галочку, соответственно, отмечает, прошел он этот этап или не прошел. Далее, обязательно на ходе мы анкетируем наших студентов иностранных на предмет различных творческих коллективов, клубов по интересам, спортивных секций, где бы они хотели принимать участие. Потому что финансовый университет, конечно, обладает колоссальной такой базой, огромнейшей базой и в спорте, и в неаудиторной работе. И поэтому, конечно же, хочется, чтобы наши иностранные студенты обязательно принимали участие во всех-во всех возможных наших мероприятиях. Еще один интересный проект, который мы реализуем, называется «Спидбрендинг». От слова «быстро» и «друг». То есть наша задача, как можно быстрее подружить иностранных студентов друг с другом, чтобы они общались не только с представителями своей страны, но и с представителями всех других стран, с нашими российскими товарищами. Поэтому это все проходит в игровой такой форме, достаточно интересно, активно и результативно, потому что ребята выходят уже через 4, кто через 2 года, кто через 4 года с большим количеством друзей у себя в телефонной книжке. Еще один проект, который мы реализуем в обязательном порядке, это «Лекторий». Называется он «The Russian Way», то есть российской дорогой, российским путем пойти. Задача его состоит в том, чтобы познакомить наших иностранных студентов с российской культурой, историей, традициями, мифами, которыми существуют вокруг России, рассказать о достижениях России в театре, в балете, в строительстве железных дорог и так далее. То есть полный комплекс таких интересных лекторий, причем иногда эти лектории проходят у нас. Если про театр, то мы стараемся обязательно провести лектории в театре. Если мы говорим о Конституции Российской Федерации, то это мы идем в Государственную Думу и там уже смотрим, как это вообще на практике происходит, и в теорию, и практику сочетаем. Один из проектов, который мы красиво назвали «Рейд-будильник». Не просто так назван, не просто в честь будильника. Мы в обязательном порядке в первый месяц по прибытии наших иностранных студентов смотрим, как они у нас заселились в общежитии, спрашиваем. Во-первых, рассказываем их правила совместного проживания, потому что ребята у нас из разных стран, с разной культурой. Надо их немножечко обучить, рассказать о том, что нужно уважать мнение, уважать желание и стремление другого человека. Ну и, конечно же, дальше мы смотрим, насколько им комфортно какие-то, если у них есть пожелания, мы стараемся эти все пожелания учесть. Ну и еще один маленький такой нюанс этого рейда. Конечно же, мы выявляем студентов, которые вместо первой пары спят еще у себя в кровати. Этих студентов мы поднимаем и отводим на пары, чтобы они получали знания, ради которых они, собственно говоря, и прибыли сюда, к нам, в финансовый университет. И, как некая такая гишинка, комплекс, конечно же, мы в обязательном порядке проводим общие собрания всех наших студентов. На этом общем собрании мы знакомим со страновыми лидерами, потому что у нас по крупным таким контингентам студентов из разных стран есть свои сообщества, есть свои лидеры этих стран. Мы обязательно знакомим с научной жизнью, со спортивной жизнью, с творческими коллективами, с клубами по интересам. И все это сразу пытаемся вовлечь наших студентов уже с первых же дней, с первого курса и с первых дней в очень интересную жизнь в финансовом университете. Так что добро пожаловать в финансовый университет. Мы вам очень рады и мы вас любим.